Чистые и благоустроенные дворы и образцовые дома. В Житысском районе продолжат наводить порядок. Прежде всего возьмутся за капремонт 15 многоэтажек и освежат сразу 50 внутридворовых территорий. На реке Ессентай также продолжаются работы. Облагорожена будет территория протяженностью 4 километра. Есть результаты и по программе государственно-частного партнерства. С помощью предпринимателей возведены три детских площадок. Но по словам Акима района, в этом году необходимо усилить работу и сделать акцент на проблемных вопросах. Нерешенные вопросы по району еще есть. К примеру, самая актуальная проблема – это ветхое жилье. Сейчас работаем совместно с Жилстройсбербанком. Планируем в этом году по улице Боткина снести 10 домов и построить там 10 новых многоэтажек. Решаем вопрос с рекой Ессентай. В прошлом году в том районе были подтопления. Проводим благоустройство. Совсем скоро на Женсугурово появится развязка. Поэтому многие вопросы будут решены. На месте старых домов по улицам Павленко, Скрябина и Мочалова тоже в скором времени построят новые многоэтажки. Местные власти разрабатывают поэтапный снос ветхого жилья. По экономическим показателям, говорит Аким Талгат-Разаков, район в числе передовых. Объем инвестиций уже достиг 50 миллиардов тенге. Пятая часть всей промышленности города приходится именно на Житы-Сузский район. За счет чего растут налоговые поступления в казну. На нашем предприятии производительность труда составляет 56 тысяч долларов на человека, 18,9 миллиона тенге на человека. Мы за прошлый год заплатили 526 миллионов тенге налогов, обязательных платежей. И мы с начала существования предприятия внесли в бюджет государства 6,5 миллиардов тенге. В этом году власти хотят модернизировать сразу 6 предприятий за миллиард тенге. Будет создано почти 200 рабочих мест. В рамках госпрограммы прокредитовано 27 бизнес-проектов на более чем 6 миллиардов тенге. Как результат, местные производства выпустили продукции на почти полтора миллиарда тенге. Растет район и в социальном плане. Открыто 7 частных детсадов. Успешно трудоустроено свыше тысячи молодых специалистов. Продолжение следует...